70% окупаемость новой кинозала и кино по запросу. Для киновидеопроката Гомельской области, как, впрочем, и для большинства его коллег на постсоветском пространстве, сегодня не самые простые времена. Но при этом в будущее тут смотрят с уверенностью. Накануне Дня Белорусского кино, который будет отмечаться 17 декабря, наши корреспонденты посетили кинотеатры региона. Эта история началась еще в 1910 году. Именно тогда в Гомеле по проекту архитектора Станислава Шабуневского был построен комплекс «Совой». В 1911 году в нем открылся первый в городе кинотеатр с символическим названием «Грезы». Нынешним поклонникам кино он известен как малый кинозал кинотеатра имени Калинина. В эти дни здесь проходит капитальная реконструкция. Мы смотрели в архиве, там сохранились некоторые фотографии. Они, конечно, не очень хорошего качества, но и у нас же архитектура сохранена была, хоть и повреждена, но и сохранена. Все эти элементы ампира, они были у нас в этих старых стенах. Директор коммунального предприятия «Кинотавр» Николай Старостенко говорит, что аналогов этому кинозалу в Беларуси не будет. Оригинальные украшения кинотеатра начала прошлого века действительно большая редкость. Без инноваций, конечно, тоже не обойдется. Размещены диваны, которые имеют и плед, и столики, имеют, в общем-то, возможность ощутить себя как в домашней уютной обстановке. Такого пока нигде нет. И я думаю, это будет очень интересно для наших зрителей. И в продолжение темы работы главного кинотеатра Гомельской области. 27 декабря здесь проведут благотворительную елку для детей из Брагинского и Хоникского районов. С показом мультфильма «Сладким столом» и викторинами. Эта акция не направлена на привлечение зрителей. Хотя проблема наполняемости залов все же существует. Связывают ее не с нежеланием людей ходить в кино, скорее, с редкостью действительно кассовых фильмов. Кинопрокатчики констатируют, и белорусских, и российских лент в прокате немного. Основной упор на продукцию Голливуда, однако, и эта фабрика грез столкнулась с проблемами. По оценкам, которые специализированные издания и специализированные организации проводят, в общем-то, это снижение примерно по концу года прогнозируется на уровне 8%. Российские фильмы демонстрируют очень большой рост. То есть порядка больше, чем 20% именно посещаемости и выручка от показа российских фильмов. Но за счет того, что все-таки удельный вес российских картин относительно небольшой в общей массе показываемых фильмов, то, конечно, в целом киноотрасль и киноиндустрия кинопоказа в этом году столкнулась с проблемами. Еще одна проблема отечественного кинопроката – пиратство. Причем не столько запись фильмов во время их первой трансляции. Наказание за такое деяние превышает среднюю зарплату белорусов в разы. В последнее время активизировались фирмы, предоставляющие кино по запросу. Вроде все официально – сделал клик и смотри. Но на самом деле здесь не все так однозначно. Как конкуренцию мы расцениваем возможность активного развития рынка услуг кино по запросу, так называемое. Когда человек вместо похода в кинотеатр имеет возможность подписаться на некий платный сервис и, соответственно, посмотреть относительно свежий фильм. Если в Гомеле самоокупаемость кинотеатров сегодня стопроцентная, то в райцентрах без субсидий не обходятся. Хотя варианты дополнительного заработка ищут. Реческий кинотеатр «Беларусь» – это более 200 мест в зрительном зале. Когда демонстрируются кассовые фильмы, иной раз приходится приносить дополнительные стулья. Пожалуй, единственная проблема, характерная практически для всех белорусских кинотеатров – отсутствие гардероба. При постройке их не считали необходимыми. Теперь для их размещения просто нет места. Впрочем, зрители на такое неудобство внимания, похоже, не обращают. В кинотеатре главное – развлечение. В Реческой Беларуси всего за несколько рублей можно погрузиться в виртуальный мир. Услуга оказалась настолько востребованной, что зал виртуальной реальности стали арендовать для проведения свадеб и дней рождения. Нестандартный подход – еще одна возможность улучшить экономические показатели. Пользуются популярностью и у детей, и у взрослых. Так как очень большой выбор роликов представлен, то каждый может себе найти здесь по душе. Дети предпочитают более гонки, симуляторы, американские горки. Ну а более взрослые люди, им нравятся где-то какие-то ужасные моменты. Несмотря на некоторые не самые оптимистичные прогнозы, через сто лет после первых показов кинотеатры в Гомельской области не только продолжают жить, но и развиваются. Хотя при этом уже практически никто не отрицает. Необходимо срочно менять политику позиционирования. Это когда-то хватало обычных афиш. Сегодня реклама должна быть как минимум агрессивной. Основной акцент в рекламной деятельности смещается в интернет, в первую очередь на социальные сети. И, конечно, это требует тоже новых форм работы, в том числе ведения групп в социальных сетях, в том числе и, соответственно, ведения сайтов, наполнения этих групп и наполнения сайтов. Такое больше интерактиво, то есть чтобы каждый человек, который посещает ту же страничку или ту же группу ВКонтакте, он чувствовал какую-то причастность к этим мероприятиям. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели.